Здраво всем, не будем тянуть кота за хвост и сразу начнём. Сейчас я буду обозревать видео по двору, самый популярный на секущий момент. Я не буду обозревать всякие вот PvP-видосы или видосы, где просто чел купит мобов, это вообще неинтересно нисколько. А вот обзор игры Легенды Слеги Драконов я, пожалуй, всё-таки посмотрю. От какого-то Грю ГТВ, я не знаю, кто это вообще такой, никогда в жизни не видел, не слышал. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Крю ГТВ и сегодня, да, очень необычное видео, хотел бы я сделать обзор на такую игру, как Легенда Наследия Драконов. Как Легенда Наследия Драконов. Ну ладно, по крайней мере человек как будто подготовился к этому видео, возможно он действительно готовился и старался сделать это видео. Не как я сейчас просто записываю одним дублем на похуй. Но учитывая количество лайков и дизлайков, мне кажется, всё-таки у него не получилось. Но, с другой стороны, он имеет 24 тысячи просмотров, при том, что видео было загружено в 2014 году. Поехали! Это одна из первых игр, в которую я начал когда-то играть. И, в общем... Почему-то автор первых 16 секунд говорит нам о том, что он начал играть когда-то давно, первый раз в эту игру. В общем, ничего про обзор игры я сейчас не вижу. 16 секунд... История данной игры тоже очень-очень-очень обширная, ведь это одна из старейших браузерных игр. Ей уже... Не старее, чем какой-нибудь там бойцовский клуб, так что не надо. Есть и постарее игры, намного старее. Это игра ещё даже новая, можно сказать, 2006 года. И для 2006 года эта игра абсолютно говно. Где-то 8 лет, представляете, целых 8 лет. И, в общем, сами понимаете, насколько это много. Почему 30 секунд в видео чел просто говорит о том, какой-то херня? Я не вижу обзора. Покажу я свой инвентарь, я в эту игру играю уже лет эдак 6 или... Да это ты молодец, дружище. У меня довольно нормальный персонаж, да, его нельзя... Охуительный персонаж, ничего не скажешь. Пятый уровень, блядь, медаль нежити, сухо, на пятом, блядь, уровне. И зелёный шмот. Посчитать прям муа, мега суперским. Но он хорошо одет. Охуительно просто. Ладно, я, конечно, сейчас служу по критериям 2012 года, но, в принципе, для... 2014 можно было лучше. Тогда уже можно было, в принципе, в синь одеваться, думаю. Ну... Блядь, ну явно не в зелень. Не лучше всех. Затягивает вас и просит много-много-много времени. На самом деле, немного времени он требует. Блядь, почему человек, который ничего не знает об игре, ничего не знает вообще, он даже не прочёл ни гайд никакой, ничего, ни сам в игре не разбирается, но он создаёт, блядь, какого-то хуя гайд, который, кстати, минуту 30, ещё ничего, да даже не гайд, он создаёт обзор, который ничего, ничего вообще не говорит сейчас об игре. Ну, такой себе, блядь, обзор сказать, что игра требует много времени, это всё, что он сказал пока что об игре, и то, что она осознанно была, блядь, 6 лет назад. Да я это и так нахуй знаю. Чувак, обзор, он создаётся для того, чтобы человека, который, ну, не сведущий в игре, он должен хотя бы хоть немного представления получить какое-то, о чём игра. То есть, ну, рассказать о механиках надо, да, в первую очередь, о том, какие есть классы, какие есть профессии, да, ну, это в первую очередь, конечно же. Какие там противоборствующие стороны. Но, блядь, то, что я сейчас вот вижу, это, блядь, это не гайд. Здесь должно быть 150 дизлайков, блядь. Но, чувак, реально, он за 3 года 5 уровень, и он делает обзор, блядь, на двор. Чувак, ты серьёзно? Почему набирает такой видос, блядь, абсолютно не профессиональный, абсолютно не имеющий никакой под собой информативной подоплёки, вообще, который ничего несёт в себе сейчас конкретно, я минут 30 потратил своей жизни, блядь, и я ничего ещё не понял о легенде. Я до сих пор не знаю, что это за игра. Вот, ну, основываясь на информации этого человека, я до сих пор не знаю, о чём эта игра. Надеюсь, в следующие, блядь, 8 минут он мне всё-таки скажет, о чём эта, сука, игра, ёбаный его рот. У меня есть красные топоры. Красные топоры, блядь. Почему ты обзор игры делаешь о своём персонаже красные топоры? Но, знаете, не в этом дело. Не в этом дело, я понимаю, блядь, ты давай дальше-то. Реально затягивает, если... Затягивает игра, ты уже это говорил. Вам интересно игра такая. Если вам интересно, то затягивает. Если вам не интересно, не затягивает. Это понятно, блядь, это нормально. Жанр, собственно. И моё мнение о данной игре... Да никого, блядь, не интересует твоё мнение! Никого! Ни одного человека не интересует твоё мнение, блядь, об этой игре. Каждого человека, который нажал обзор... Ой, нажал на кнопку, блядь, смотреть видео, и где написано обзор игры легенды наследия драконов, интересует именно обзор о легенде наследия драконов. Его не интересует твоё мнение. Его не интересует, сколько этой игре лет. Никого, блядь, это не интересует. И знаешь, я тебе что скажу? Обзоры на игры, блядь, выходят в момент выхода игр. Когда прошло, блядь, в 6 лет, 8 лет, прошу прощения. Не нужно, блядь, делать обзор. Если ты его, блядь, делаешь, то делай его нормально. Какого же нахуй хуя ты 2 минуты тратишь моего времени? Реально, блядь, люди, вы чё охуели? Почему вы тратите кучу времени моей жизни, чужой жизни, на то, чтобы ничего, блядь, не рассказать, а только потратить моё время? Какого же хуя-то я тебя спрашиваю, я включаю твоё видео, и ты ничего, ничего не рассказываешь о легенде? Я уже говорю, что это кликбейт, ничего, блядь, замечательно, я даже с тобой, блядь, не спорю. Игра замечательная, никто даже не поспорит. Охуительная игра. Любил, будешь любить, обзор-то где? Алё, человек, где обзор? Так, ещё мы, второе, что мы узнаем в этой игре, что в этой игре есть огромная энциклопедия. Отлично, отлично. Допустим... Так, ладно, он вроде что-то рассказал чуть-чуть, но я сейчас не услышал всё равно ни о классах ничего, ни о профессиях также не услышал. Ни каких-то там магических персонажей, да, то есть, допустим, там, вот, там, после 11 уровня, ой, после 10 уровня можно получить там магию, да, туда-сюда. Или там, вот, смотрите, там, с 1.50 физа, там, с 11 по 15 магия, с 15 по 20 физа и магия. Нет, он даже об этом не говорит, блядь. А, стойте, подождите, а в 2014 году вообще это было? Я, кстати, не знаю. Ну, ладно, неважно. Ну, магия точно была. Так, ещё одно видео, которое набрало 22 тысячи просмотров, наверное, на секундочку. Но оно уже было сделано в 2016 году, и это, кстати, ещё более похвально, потому что всё-таки, да, в тех уже годах легенда стала ещё менее популярной, и 22 тысячи просмотров набрать, это довольно-таки, ну, круто. Так, что мы имеем? Как одеться в синь на 3-4 уровне? Прямо с первых секунд видео я вижу 5 уровня персонажей, который не одет в синь, к сожалению, на 3-4 уровне, но он записывает гайд, как одеться в синь на 3-4 уровне. Каждый, каждый адекватный человек сейчас, который обладает хоть толикой разума, должен был просто взять и выключить вот так вот видео. Всё, и не смотреть его, потому что смысла смотреть нет. Всем привет, с вами Дёргас. Всем привет, микрофон как из жопы, блядь, спасибо. И сегодня я запишу видео по теме. Музыка громче, чем микрофон, ну, типа, музыка громче, чем голос, спасибо. Как же, что, блядь, я не понимаю, что ты говоришь, я не понимаю, что ты говоришь из-за музыки, я нихуя не слышу, дружище. Вы либо не включайте музыку, либо включайте её потише, пожалуйста, блядь. Имейте уважение к своим зрителям. Если кто-то отличает его речь от музыки, напишите в комментариях, что он, что он там говорит, то, блядь, я нихуя не понимаю. Так, он, короче, говорит про заработок на яде, я так понимаю. Дружище, я тебе так скажу, прежде чем зарабатывать на яде на синь, надо сначала купить яда. И это потратить, ну, по деньгам выйдет примерно в 55 золотых, это минимум, только чисто вот расходник. Это купить навык, нет, даже не так, купить навык 45, 10 золотых яд стоит, уже 55, и ещё 5 золотых, по-моему, стоит яд. Ну, не сам яд, а креон конкретно. Итого получается 60 золотых. 60 золотых – это половина стоимости синей, да, на секундочку. В 2016 году примерно так это и было по стоимости. То есть он предлагает, блядь, нам, чтобы одеться в синь, купить сначала яда, а потом ещё луанить, ну, то есть не луанить, а как это называется, блядь, нудить получается, да, нудить мобов. Я считаю, что 22 тысячи просмотров. Блядь, ну, конечно же, нахуй, незаслуженно, ебать, ну, что за хуйня? Блядь, ну, серьёзно, ну, что за хуйня? Он сначала говорит про донат, потом говорит про то, чтобы, блядь, нудить, нахуй, на 60 золотых. Ты чё, долбоёб, чувак? Единственный вариант, как можно заработать на изи, блядь, на синь, это каждый, блядь, знает о торговле. Другого варианта нет, ну, на третьем и четвёртом уровне, конечно же, мы говорим про третий и четвёртый уровень. А других вариантов у вас и нет. А что вы ещё будете делать? Можете, конечно, на четвёртом уровне огневики покопать, но на них, блядь, ну, всегда конкуренция, это ноль шансов. Вы можете, блядь, профессии поделать это, но это супер нудно, ну, есть такие люди, кому не впаду, да, можете профессии, тоже, кстати, вариант. За месяцок, на самом деле, такого вот каждодневного дрочего можно спокойно одеться в синь. Всё. Я вам сейчас, блядь, сказал за 50 секунд всё, что можно знать о том, как надеть на треть-четвёртый уровень синь. Всё. Чел, блядь, растягивает видео на 12 минут о том, как зарабатывать на синь на третьем-четвёртом уровне. И мне уже не хочется смотреть это видео, не хочется. Причём он ещё и сделал плохо его, некачественно. Чё-то пиздит. Блядь, никакого... Ну, монтаж хуй с ним, ладно. Про монтаж я даже и не говорю. Вы можете просто бить мобов? Вы можете просто бить мобов на синь. Ну, так-то да. Чел уже пиздобол на третьем-четвёртом уровне, ну, практически невозможно на мобах набить синий шмот. Это практически невозможно. Всё, спасибо большое, блядь. Говно видео, не включайте никогда, двор, как одеться в синь на третьем-четвёртом уровне. Короче, он говорит, с чего начать, да? То есть, ну, название видео говорится, с чего начать. То есть, мы сейчас должны увидеть... Мы сейчас должны увидеть гайд о том, как... Ну, с чего начать, собственно говоря. Когда мы зарегистрировали нашего персонажа... И только мы начинаем зарегистрировать персонажа с первой минуты видео. Замечательно, лексикон. Браво, блядь. Браво, чувак. И компас вас проведёт. И компас вас проведёт. Куда компас меня, в смысле... Перебивайте людей? Да ты охуел! Да ты охуел! Он ещё и делает гайд по тому, как... Блядь, как... Что нахуй? Он вам там говорит, блядь, ребята. Герегайте персапайте до второго. И просто нахуй. Идите перебивать, блядь, магмаров. Нахуй этих людей. То, что они там на луана копили. Там сидят ребята сутками, блядь. Пытаются по три серы там вот это зарабатывают с моба, блядь. Вы перебивайте их, нахуй. Я не шучу. Там буквально вообще копейки с каждого моба. Что в плюс выходит. Вообще реально так ужасно. Там только на дропе весь мир держится в луанщиков. Вот та локация, которая вам нужна. И в охоту. И находите... Блядь, чувак, ну ты уёбища, конечно, пиздец. Ты ещё и советуешь людям, блядь, вот это ты хуесос, блядь. Ну ты и хуесос. Ты вообще, ты понимаешь, что это какое-то крысятничество, блядь. Это вообще... Это не честно по отношению к игрокам. Это какое-то крысятничество. Тебе самому не стрёмно это было говорить вообще? Ты в этот момент хоть думал, хоть головой своей? Кидает. Я-то думал, я-то думал. Сейчас будет, типа, так, капайтесь на второй. Берёте там, бьёте каких-то мобов там, на события по квесту там, да. Потом, блядь, там, получаете там третий уровень. Делайте такой-то квест. Там, потом копите на синь. Потом берёте синь. Потом, блядь, одеваете... Ой, копите на, не знаю, там, на... Издового. Одеваете издового. Потом ходите на ПБ. Зарабатываете воина там. Потом, блядь, делаете ещё что-то. Потом опритесь на пятый, покупаете по месте. Потом, блядь, ещё что-то и что-то. Вот такое что-то. Но, блядь, чё говорить, что мы должны просто взять профу? Блядь, да это каждый, сука, человек и так делает. У любого новичка, посмотри, у него есть профа, у него... Ну, то есть, нет, ладно. Насчёт перебивания не знают. Скорее всего, не перебивают люди. Так, теперь дошли мы до бороды. Как начать играть в двор? Абсолютно такое же видео, как у Лексикона, только посвежее. На три года свежее. Не хочется мне браться за контент человека, у которого целых 2000 подписчиков меня задавит своим просто, блядь, своим просто авторитетом. Ну, а мне придётся. Здравствуйте, товарищи. Я вас приветствую на... Ну, мне нравится, мне нравится его подача. Мне нравится, как он говорит, как он, блядь, всё делает. Он классный, классный контент-мейкер. Он может просто из ничего, а двора-то ничто. Сделать, ну, что-то интересное. Вот просто двор, на самом деле, когда ты бьёшь мобов, тебе нужно что-то говорить, да? И вот, ну, у него получается хорошо говорить. Молодец. Мобов бойца, скажем так. Я не знаю, как правильно это писать. Но, короче, меня просил человек, который задавил на стриме, говорит, типа, борода, сделай полный... Тем более здесь прям написано в видео изначально полный гайд, и видео длится 55 минут, возможно. Я даже могу представить, что это действительно полный гайд. Вот прям с первого там по 11, по 20, не знаю, как угодно. О, вообще, мой юный друг. Ну, как же начать... Вот, вот, пример того, что двор говно. Ну, блядь, ну что это такое? Играть в двор. Очень просто. Сначала идёшь... И начинаешь играть в двор, ну, ха-ха. Не хочет отлаять. Так, он говорит, как скачет клиент. Ладно, ладно, хорошо. Позволяй эту б***ь, не будет. Ладно, он... Вот тут реально гайд, он и рассказывает по гайду, чё, типа, кого, чё, кого, где, как. Да. С это. Молодец, борода, молодец. Полный гайд. Ну, это как бы уже, да, 2019 год. Люди, наконец, поняли, что не надо, блядь, рунить чмот на третьем, четвёртом. Не надо сидеть на третьем, четвёртом. Надо просто запаться на пятый и хуярить там уже дальше. Ну, синего, короче говоря. Сейчас нужно быть полным имбецилом, чтобы, блядь, сидеть на третьем, четвёртом. Вы должны апнуться на пятый уровень, имея полный синий комплект. Можно без топора. Сейчас я объясню, почему. Я даже за тебя объясню, дружище. Потому что красный топор даёт больше стата, значит, режет больше опыта. Ну, в общем, заебись, красный топор. Всем советую, охуенная тема. Так, продолжаем. Очень сильно опыт даёт... Да, да, да. Ну, понятно, понятно. Надо нужно... Для начала потратите какое-то время, чтобы изучить игру. Разобрать... ...всего уровня. Так, нет, подожди. Я сюда зашёл, чтобы как раз-таки изучить игру и разобраться, дружище. Разве не за этим ты создавал свой гайд? Зачем мне, блядь, разбираться в игре и что-то изучать, если ты мне тут создаёшь гайд на 55 минут, который я, блядь, смотрю, кстати. Представляем, что я уже 20 минут сижу и смотрю твой гайд. Я не за этим, блядь, смотрю твой гайд, чтобы, блядь, ещё разбираться после 20 минут видео в игре. Ты мне просто скажи, дружище, так. Ага, значит, так. Вот эти вот репутации качать, это не качать, это говно. Вот это брать, это не брать. Эти квесты проходить, квесты не проходить. До 10 уровня делать вот это вот. До 12-го, 15-го делать вот это вот и всё такое. Я это хочу знать. Я не хочу знать, блядь. То есть, что мне там нужно ещё узнавать, ебать. Нет, чувак, я хочу уже из этого видео почерпнуть весь твой опыт. Всё вот это вот, понимаешь? Ладно, к бороте особо придираться не хочется, потому что, ну, чувак, по крайней мере, видно, старается. И, блин, я как контент-мейкер тоже могу сказать, что это довольно-таки сложно. Что-то говорить, придумывать, шутить, блядь. И попробуйте сами, а то у вас не получится сразу. Типа, это сложно. Это с опытом приходит. И когда ты видишь, что человек уже вот так вот ебашит, значит, он в этом деле шарит, и, по крайней мере, ему можно отдать должное. Но конкретно кормить контентом 55-минутным не стоит, я думаю, всё равно. Такой контент можно уложить в 20-30 минут, ну, 30 даже много, 20 минут. А то если коротко по делу, прям подготовиться, знаешь, там, написать себе текст, всё такое. Конкретно я сейчас сужу о том, заслуживает ли это видео 16 тысяч просмотров. Возможно, заслуживает. Да, скорее всего, он заслуживает. Но если бы он сделал его лучше, конечно же, да, постарался бы больше, да, то есть 20 минут сократил бы, написал бы текст, ну ладно, текст хуй с ним. Просто хотя бы план, знаете, вот сейчас утро говорю об этом, потом утро говорю об этом, потом говорю об этом. И конкретно именно говорить об этом, а не, блядь, рассусоливать что-то, да, то было бы, конечно же, лучше. Но не мне, конечно, судить бороду. Блядь, заебись. О, смотрите, у нас ещё есть два разрабатывания на торговле. 17 тысяч просмотров, 20 минут. Брать за ртуть. Налог на такие предметы при выставлении на аукцион слишком большой. Ладно, заебал, ты такой скучный, блядь, что даже не хочется с тобой ничего делать. В пизду, блядь, останься с своим видео один на один просто. Возможно, здесь действительно есть что-то годное, но я почти уверен, что там ничего нет. Фиолетовый сет уже на четвёртом уровне? В чём секрет? Это, кстати, видео от того же чувака, которого мы до этого обозревали, который набрал тоже дохуя. Ну, понятное дело, человек просто спамит, блядь, видосами с названием, очень кликбейтовым названием спамит, прям. Заебись, разрешение охуенное, спасибо, блядь. Вкусно, пиздец. Рамки... Ты что, на ноутбуке, что ли, снимал? Короче, я рассказываю секрет этого видео сразу с нулевой. Значит, блядь, вы берёте 3000 подземных рыцарей, репутации, рыбите скальпы, скальпы продаёте, получаете бабки, вот вам профит сет фиолетовый. Только, к сожалению, по-моему, если я не ошибаюсь, боевые свидетельства нельзя продать на четвёртом уровне, а только на пятом. Итак, именно игроки от пятого уровня могут обменять свидетельства. То есть, видео изначально ложь, по той причине, что человек пишет, что сет уже на четвёртом уровне фиолетовый, но обменять эти свидетельства, которые ты зарабатываешь на третьем-четвёртом уровне, можно только на пятом уровне, к сожалению. Поэтому чувак опять его жжёт, нагло, блядь, причём. И он просто хуесос, я советую вам отписаться от его канала, если вы ещё не отписались. Это просто пиздец, такое уёбище. Нахуй. Как и лексикон-авеню, два уёбка, блядь, дворовых удач. Рекомендация к прокачке первой-пятьдесятый уровень не гай, 13 тысяч просмотров. И как пройти квест, который качку вплоть до кастолома, можно даже на ПБ побегать, но не рекомендую. Короче, я не рекомендую к просмотру это видео, потому что нихуя не слышно, непонятно, что он говорит, это полное говно, блядь, какого-то ходит 13 тысяч просмотров. Но это понятное дело, жёлтые вот эти его названия, блядь, крикбейнтные, я понимаю. Опять видео от этого же Визереза, Визериза, блядь, который снова делает абсолютно максимально кликбейтное видео, просто кликбейтное, два армори золота и ни капли опыта. И нас сейчас ждёт просто 14 минут максимально качественный контент. С вами Берденс, и сегодня мы с вами поговорим про торговлю. И сегодня я бы... Не будем мы с тобой говорить о торговле, ты уёбище, блядь, мне с тобой говорить не о чем. Ещё один обзор игры, блядь, только теперь 3 года назад. Ребята, на этот раз что-то, наверное, интересное. Тут даже, смотрите-ка, я превьюх классный. Спасибо большое. CSGO или Ведьмак, или Crysis, или Overdodge, нет. Нет-нет-нет, ещё раз нет. Ладно, хорош, чел, чел, типа, что-то решил такое интересное сделать, ну, то есть, эксперимент какой-то, да, я даже не буду осуждать. На самом деле, его сейчас контент лучше всего того, что сейчас посмотрел, ну, кроме, конечно же, бороды. Борода, блядь, это без сомнения самый топовый, блядь, двор-контент-мейкер, да, как бы, ну, реально, типа, он старается, он старается, вот. Но то, что вот чуваки другие делают, это полное говно, заезжали на эти заработки, блядь, это всё и так в доступе есть, в свободном, реально. Нахуя вы на ютубе ещё делаете, смотрите, видео, блядь, никому, нахуй, не нужные про заработок в дворе, я не ебу вообще просто. Тем более, когда эти видео уже есть. Зачем делать видео, блядь, от заработки в дворе, которые уже есть и так, нахуй, блядь. Итак, всем спасибо, что были со мной все эти 20 минут тяжелейших в моей жизни, хотя на самом деле их было около 40 минут, но неважно, для вас это будет именно 20 минут, поэтому спасибо огромное, кто смотрел, кто всё-таки досмотрел до конца. Всем здоровья, удачи, всех люблю, всех целую, всем, всем пока, всем пока.